Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Продолжаю работать с правилами Первого Вселенского Собора. Поскольку Иисус Христос всех нас сделал священниками Богу Нашему, то эти постановления, они относятся к каждому человеку, который желает быть праведным. Скорить мы будем об отношениях мужчины и женщины. И в первую очередь, конечно же, нас интересуют клирики. Может ли клирик иметь женщину? Женщину-жену. Понятно, что для праведного человека, согласно заповеди «не прелюбодействуй», другого вида отношения являются аномалии. А здесь мы в данном случае рассматриваем отношения не только простых людей, но отношения человека-клирика, то есть священнослужителя. Я вам зачитывала требник царской России. И вот это вот постановление, оно несколько отличается от того постановления, которое было там. Если в царской России священник должен был иметь жену, то здесь мы видим, что Первый Вселенский Собор решил, что клирик должен быть несчастным. Великий Собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону и вообще никому из находящихся в клире не было позволено иметь сожительствующую в доме женщину. Разве мать или сестру, или тетку? Или те только лица, которые чужды всякого подозрения? Здесь нет речи о женщине-жене. Никакой сожительствующей женщины. А теперь давайте, опираясь на заповеди, поговорим, правы ли были те люди, которые принимали это решение на Вселенском Соборе. Для начала вспоминаем заповедь, которая оглашена у нас как в текстах Ветхого Завета, так и в текстах Нового Завета. Да будут двое, одна плоть. С каких пор заповеди Божьи не распространяются на клириков? Видно со времен Первого Вселенского Собора. Католическим священникам запрещено вступать в брак или состоять в ранее заключенном браке. По православным канонам священник может вступить в брак один раз. Если священник решит вступить во второй брак, он потеряет сан. При этом во второй раз жениться не могут даже обдавевшие священники. Существует три вида священства. Это белое духовенство, у них есть право иметь семью, жену и детей. К данному духовенству относятся только семейные священники. Они могут жениться только тогда, когда еще не стали обличены ни в диаконский, ни в священнический сан. Жениться не могут монашествующие, которые дают обед безбрачия. Жениться не могут целебаты. Целебаты – это форма священства, при которой человек не принимает монашество, но и не примыкает к семейному духовенству. После рукоположения целебатный священник живет один. Итак, мои дорогие, мы выяснили, что заповедь «Да будут двое, одна плоть» на священников не распространяется. А если и распространяется, то только на некоторых. Есть еще заповедь. Заповедь, которая была дана левитам. Что левиты должны стать священнослужителями. «Пусть левиты исправляют службы в скине и собрании и несут на себе грех их. Это устав вечный, вроды ваши. Среди сынов Израилевых они не получат удела». Если это устав вечный, вроды ваши, то значит колено должно иметь продолжение. Как левит может продолжить свой род без женщины, без жены. Таким образом, мы видим противоречие между правилом Первого Вселенского Собора и двумя заповедями Господа Бога Вседержителя. Вот это вот противоречие привело на сегодняшний момент к такой мерзости запустения, которая не укладывается в голове даже у мирянина. Поскольку постановление идет против природы и против закона Божьего и привело к рукоблудию, то есть к малаке, к мужеложеству, к зоофилии, то есть связи с животными, к педофилии, связи с детьми, к лесбиянству, если это идет в женских монастырях. И все это относится к тем людям, которые считают себя духовными. Не пора ли пересмотреть этот вопрос более тщательным образом и начать жить по-новому. Делаем вывод на основании закона Божьего. Итак, приветствуется преемственность поколения в священнослужительстве, наличие супружеского союза и семьи. Не должно быть возрастных ограничений для вступления клирика в супружеские отношения. Понятие целебат неприемлемо для православной церкви. Женатые, вдостающие и холостые, желающие вступить в брачный союз священнослужителей, имеют равные права на службе к Богу. В случае развода священник автоматически лишается сана, вдостающий священник имеет право на повторный брак. Монашествующие клирики лишаются права нести службу для мирян. Согласно законам Бога. Согласно законам православия. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok